Пооткрывать бепаки, достать крутых игроков, нужны монетки? Вы можете найти их у Макса Хантера. Лучшие цены, быстрая доставка, ссылочка в описании. Всем привет, с вами Ёжик и сегодня предлагаю вашему вниманию нарезку лучших моментов из самых эпичных матчей первой Уикенд Лиги Марта. Начинал играя таким вот составом, как вы видите, он очень сильно похож на тот, который сделал 40-0. Мне очень сильно понравилась пара Боа Тенксократис в защите. Но центр поля я хотел укрепить и подумал, что Мотэм Казимиру справится с этим заданием и Видаль на восьмерке тоже ему поможет. Но, к сожалению, я ошибался. В первом же матче Уикенд Лиги я потерпел поражение. Такого еще не было ни разу, но ничего тут не поделаешь. Так или иначе, состав моего соперника перед вашими глазами ничего особенного, но этого было достаточно для того, чтобы обыграть моих ребят. Началось все с того, что под занавес первого тайма мы неудачно разыграли угловой и получили контратаку. И здесь, собственно, Казимиру сначала не успел, затем вся моя защита как-то слегка провалилась. И особенно мне не понравилось то, что Боа Тенк мой здесь вот так вот подзавис, что ли. Но так бывает, когда ты играешь в онлайне. Но ничего страшного, подумал я и, конечно же, пытался отыграться. Создал стопроцентный момент. Криштиану Роналду выходил один на один, но, к сожалению, я не смог вовремя ударить. И все пролетело мимо денег. И опять-таки у Уикенд Лиги так бывает. Затем еще один момент и Криштиану Роналду опять не попадает. А на 62-й минуте стало все совсем плохо. Посмотрите, как я играю с Укратисом. Классно, правда? Ой, как прикольно. Пенальти. Уху! Хорошо, я получаю 2-0. Отступать было некуда, конечно же. Пытался создавать моменты. И здесь Луис Суарес вывел на ударную позицию Артур Видали. И штанга спасает соперника. И в ответ я получаю третий гол. И здесь соперник действительно хорошо стянул мою команду на один фланг. Сам разыграл на другой. Я получаю третий безответный гол. Это провал. И все же я не сдавался. И дальше пытался сдавать моменты. И наконец-то забиваю свой гол. Луис Суарес из-за пределов штрафной площади. 68-я минута. 1-3. Давать мяч в центр поля. Будем стараться дальше. Но, к сожалению, не повезло чуть-чуть. Луис Суарес. Ударная позиция. Шикарная позиция, но перекладина. И все же я создал еще один момент, после которого уже окончательно понял, что шансов спастись у меня не будет. Облак спасает. И это конец матча. Поражение. В первом же матче я был морально подавлен. Да, все ошибаются. И я не исключение. Поэтому на второй матч пришлось перекрутить что-то в составе. Потому что первый матч мы провалили. Несмотря на то, что я создавал моменты и мог отыграться. Пропустить три мяча это перебор. Я вернул в состав Рому моих красных информов на Ингулана Маноласа и прикупил информ Флоренции. Думал, окей, сейчас сработаемся. Но во втором матче, несмотря на не самый опасный состав моего соперника, началось все опять-таки нереально плохо. Не скажу, что я был в шоке, но мы горели. И это факт. В дебюте матча на пятой минуте Арген Робен каким-то непостижимым образом вылетает на второй этаж и забивает первый гол. 1-0. И почти сразу же Роберт Левандовский увеличивает разрыв в счете. 2-0. И это невероятно холодный, просто ледяной душ для меня и моей команды. Да уж. Проиграть два подряд матча в начале Уикенд Лиги это был бы полнейший провал. И, к счастью, мы собрались и нашли в себе хладнокровие еще для того, чтобы при 0-2 разыгрывать здесь до пустых ворот. И это 1-2 Артур Видаль. И я почувствовал, что все получится. Продолжал атаковать, продолжал создавать. И, собственно, Лука Модрич 2-2. И только после того, как мы сравняли счет, мои ребята начали делать то, что и делают обычно. Разваливают кабинет сопернику. Собственно, Луис Суарес. 3-2. Затем в следующей же атаке Раджана Инголан добивает. 4-2. Ну и под конец матча счет на табло стал уже неприличным. Соперник бросался отыгрываться. Получает сумасшедшую контратаку. И Криштиану Роналду не оставляет шансов Кейлорнавусу. Это пятерочка. 5-2. Ну и это еще было не все, потому что Артур Видаль закинул шестой мяч в ворота соперника. 6-2. Фух. Вот это так начало. Несмотря на победу, я пропустил два мяча и поэтому решил вернуть в состав троечку из Манчестер Юнайтед. Погба, Смоулинг и Валенсия. Эта троечка сыграла со мной где-то так матчей 10. Но несмотря на стабильные победы, я все же чувствовал некий дискомфорт как в построении атаки, так и в защите. Где-то вот Смоулинг и Валенсия все-таки тяжеловаты были для меня. И только Погба в этой троечке мне очень сильно нравится, потому что он реально классный. Смоулинг, в принципе, с Валенсией-то ребята неплохие, очень даже крепкие. Но однозначно не хватает скорости Смоулингу. Ну и какой-то легкости не хватает, что Смоулингу, что Валенсии. Они какие-то реально тяжелые после того, как ты поиграл с Сократисом и Карвахалем или же Манолосами Флоренции. Я решил вернуться целиком и полностью к тому составу, который делал 40-0 в прошлые выходные. Спросите, почему вообще что-то меняло, если делал 40-0 этим коллективом? Потому что в центре поля я считаю, что и Борро не самый надежный парень. Да и Ренату Санчеш все-таки не самый звездный малыш. И, соответственно, я хотел как-то заиграть Видаля на Ингулана Красного вместе с Модричем, чтобы центр поля был максимально жестким. Так или иначе, вернулись мы к предыдущему составу. Продолжали дальше играть. Все получалось уже комфортнее. Но попал я на вот такой вот замечательный матч, где мяч вообще в ворота не лез. И только на 84-й минуте Луис Суарес ударами за пределы штрафной площади приносит мне победу. Смотрите, какой разноцветный коллектив. И тут еще вместо этого паренька слева на поле вышел Криштиану Роналду. То есть, ребята были жесткие, вы понимаете. И только Войц их честно меня радовал на самом деле. Но не суть. Луис Суарес в дебюте матча почти что сделал опасный момент, но штанга меня спасла. И спасибо ей за это. Я ответил какими-то там попытками удара, который удачно заблокировал Боатенг. И под конец первого тайма я все-таки пропускаю. Гаррет Бейл 1-0. И все плохо, потому что я чувствовал, что соперник действительно очень хорош. Но на самом деле не страшно. Пропустили, бывает. Нужно забивать в ответ, все нормально. И я очень рад был, что получилось мне забить еще в том же первом тайме. Здорово разыграли. Лука Модрич прострелил на Криштиану Роналду, который офигенно справился со своим заданием и сравнял счет в этом матче. Дальше, в принципе, без особых моментов. Где-то там разменивались какими попытками. У соперника этих попыток почти вообще не было. У меня хотя бы что-то там рисовалось. Какие-то ударные позиции. И только на последних минутках матча Лука Модрич мог действительно принести мне победу. Но Войцех, честно, к сожалению, спасает. Я удивился. Дополнительное время. Игра почти что без моментов. Потому что мы оба понимали, что цена забитого гола очень велика. И я рад, что забить удалось именно мне. 113-я минута. Луис Суарес 2-1. Беру паузу. Перестраиваюсь на что-то более аккуратное. И, собственно, посмотрите, как Лео Месси, Роналду и Суарес здесь втроем сделали этот гол. Статистика вроде говорит, что победа уверенная. Но я с ней не согласен. Потому что соперник был очень хорош. Идем дальше. Половину дистанции где-то так мы уже прошли. Уже имели в активе около 20 побед с лишним, что ли. И одно поражение. Такой вот коллектив против меня. Криштиану Роналду, Неймар, Месси. И в самом дебюте матча соперник выводит Роналду на ударную позицию. И это 1-0. Да, начинать так, конечно, неприятно. Но что поделаешь. Ну а здесь посмотрите, насколько важен отклик в игре FIFA. Когда плохой коннект, происходят вот такие вещи. Казалось бы, я забью сейчас гол, но Лео Месси не пробил. ДХА забирает. Посмотрите еще раз внимательно. Удар уже у Лео прожат. И на мяче он, именно его нога. Но, тем не менее, он не пробивает. К счастью, мы смогли перевернуть этот матч. Благодаря вот этой нелепой ошибке Варана Лео Месси забивает 1-1. Ой, какой же я был счастлив после того, как создал 100% и не забил, а забил халяву. Ну и пацанам весь матчерам удалось неплохо разыграть угловой, что вывело Марсиаля на ударную позицию, с которой Антони справился просто на 5 с плюсом. Удар, который попадает между ног Серкио Рамосу и закатывается в уголочек. 2-1. Наша победа, которая далась нам очень нелегко. А вот еще один составчик с Роналду, Бэйлом и компанией. Очень симпатичный коллектив. И, собственно, игра у нас была очень даже равной, без особо опасных моментов. И тут на 79-й минуте шикарный заброс от Гризмана отрезает всю мою оборону. И Кришьяно Роналду забивает нам мяч. Это сложно, короче, передать чувства, которые я испытывал в тот момент. Единственное, о чем я думал, ешь, нужно комбатчить. Я перестроился в 4-3-3, выпустил Марсиаля и пошел, пошел в атаку. И, к счастью, Артур Видаль закидывает из 16-17 метров без шансов для ДХА. Я отыгрался, на душе стало легче, но я не останавливался, потому что понимал, что соперник сейчас морально чуть-чуть подавлен. Потому что, казалось бы, вот-вот сейчас выиграет, но нет. И тут Артур Видаль делает дубль и тем самым убивает данного соперника. 2-1, очень здорово сработал замах, который убрал моего оппонента. А тут, казалось бы, ну, нет Роналду, нет Байла, французы, ну, дерзкие там Волкот, Депай. Ну, ладно, а нифига. Гол, который я пропускаю в этом матче, максимально хорошо показывает, насколько сложно играть в защите, когда коннект ущербный. 0-1, я пропускаю такую комедию. Но учитывая то, что это были всего лишь первые минуты матча, я сильно не расстраивался, на это не было времени, я просто думал, что я должен создавать моменты и надеялся, что я смогу отыграться. Собственно, моментов было немало, но как бы я ни пробивал, то Льюриз, то защитники, кто-то обязательно становился на пути мяча, и мы не могли забить. Луис Суарес, Крещано Роналду, Лео Месси, Артур Видаль, как бы мы ни разыгрывали, под каким углом бы ни заходили, все время нам не удавалось забить. И максимально близко, мне кажется, я был вот здесь, на 68-й минуте, но Лео Месси все равно не смог забить. И к большому сожалению, как бы я ни старался, сравнять счет я не смог и проиграл 0-1. Было очень обидно, потому что проиграл я из-за того, что пропустил на первых минутках с первого же удара, с первой же атаки, и ничего с этим не мог поделать. Нужно было подсобрать булочки, двигаться дальше, и, собственно, это я и постарался сделать. Я понимал, что у меня уже два поражения, но в то же время знал, что 38 побед это было бы неплохо для начала в марте. Соответственно, двигался дальше, очередные победы, очередные непростые матчи, и, собственно, вот один из них. Опять-таки, Лорис стал здесь героем моего соперника, и для меня кошмаром небольшим. А на 52-й минуте вообще могло стать все плохо, но, к счастью, штанга. На 72-й минуте я немного халявным образом забиваю свой гол. 1-0, думаю, ну все, прорвало, сейчас пойдет. Но нет, не так все просто. В Ultimate Team, как вы знаете, бывают такие матчи, где твой суперкрутой состав может прогнуться под не самым сильным составом соперника. И, собственно, посмотрите, что я пропускаю. Какая дичь. Я перехожу в дополнительное время, и понимаю, что сейчас будет жарко. Но, тем не менее, я создаю очередные моменты в попытке забить гол, потому что к пенальти, естественно, я дело доводить не хотел. И, к счастью, пенальти все-таки в этом матче было. Но одно и у ворота соперника. Нарушает правила защитник, и... Луис Суарес подходит к точке наказывать. И, конечно же, я сосредоточился перед этой пенальчикой, потому что стрелочки не было. Пробил, но вратарь вытащил, и фух, я добиваю. 2-1. Как же полегчало на душе. 102-ая минута, все нормально. Ну и затем уже под занавес матча прорвало, что называется. Я дал третий гол, затем четвертый гол, и до свидания. Это была 36-я и последняя победа в этой уикен-виге, которая далась мне с трудом. Потому что после этой каточки еще 2 прошли без особых проблем. 38 побед по итогам первого уикенда марта. Не так уж и плохо. 56-я позиция в мире, что дает нам 3 пака за 100к и 11 информов. Очень даже сочно, я доволен, все нормально. Ну а на сегодня все. С вами был Ёжик, благодарю вас за внимание. Если видос вам понравился, то поставьте, пожалуйста, лайк. Увидимся в четверг поздним вечером, когда я открою паки награды за уикен-лигу. До встречи и всего хорошего.